Илья Циклаури, руководитель Ковра, Сайфудинов, Юрий, арбитр встречи, Кадыров, Эльмир, боковой судья. Подсечка атаковал Рябов, промахнулся, от души замахнулся, что называется, и вот через голову с упором ответил ему Коновалов. Рябов подавил, хороший захват сверху, с заднюю подножку провел, два балла заработал. Видите, в левую сторону, хорошо вот с отворотом, сверху, да, и вошел на заднюю подножку, молодец, два балла. А, 0, опять у Рябова верхний захват был, снял Коновалов захват сверху, с двумя рукавами борются ребята. Кому это выгодно. Ну, Рябов охотно держит, давай, эти рукава, ему комфортно и удобно. Освободился от всех захватов Коновалов, ему было здесь явно менее комфортно, и он вышел из захватов и теперь за захват будет бороться вновь. Два балла ведет Рябов, вокруг, можно сказать, горцует, перемещается, с помощью подсечки переводит в партер, задавил свою соперника. В общем-то, силище в руках неимоверное, мне кажется, его мускулы даже не умещаются в самбовке. Два балла, достаточно такой физически развитый спортсмен Рябов Сергей. Опять с подсечки начинает, верхний захват. Все отпустил и продолжает порхать, как бабочка, выражаясь фразой легендарного боксера-тяжеловеса Маханова Али. Отворот рукав есть у Рябова и в стригунок ушел. В стригунок стал делать Коновалов Антон. По большому счету такие атаки говорят о том, что спортсмен проиграл захват, он не чувствует уверенности и предпочитает избежать ситуации этого. Но вот здесь вот перевод в партер был, да. Практически не может сорвать Антон с захвата Сергея. Хорошо физически готов. Все попытки сорвать захваты у Коновалова пока что не получаются. И вот это вот очень издалека, конечно, очень издалека подвернулся под бычок Коновалов. Счет по-прежнему 2-0. 2-15 бороться. Бойчок делает Сергей. Оценки нет. Амплитудное движение, но без оценки. Приземление на четвереньки. Уверенно стоит Рябов. Вот опять вот отворот, рукав. В общем-то захват для атаки у Рябова есть хороший. Согнутая стойка у Коновалова. Видно, он защищается. Этот бычок и не нужно было делать, на мой взгляд, сейчас Рябов. Он только ушел вниз под Коновалова. Мог бы, да, вот здесь он, мог бы сверху продолжать атаковать. Но вот он голову туда засунул и оказался снизу. Не нужно было этого делать. Хороший был захват. Можно было бороться в классическую такую же технику. Вот Коновалов начинает добавлять обороты. Проход в ногу. Начинает заводиться, кипятиться. Но все так. Он же хочет быть тоже чемпионом. Правильно, он не должен стоять на месте. Сам-то Рябов не упадет. Что-то делать надо. Срывает вот захваты Рябов со своей руки у Коновалова. Видно, да, физическое превосходство все-таки есть. Освободились от захватов. Заново. 48 секунд бороться остается ребятам. Перемещается Рябов уже по кругу. В общем-то, больше удерживает. Да, понимает это. Коновалов зацепом там встречает. Чтобы не перемещался так Рябов. Коновалов еще не потерял надежды. Вот здесь, да, зацеп Гольнию встретил Рябова. И через голову. Ну, здесь сорвался бросок через голову, очевидно. Рябов уверенно держит захват. Срывает все ненужные захваты. Опять уходит Бычок. Опять под него голову засунул. Атака была, но она такая вот. Издалека неподготовленная с места. За пассивное ведение уже борьбы наказывается спортсмен в красной форме. Вот за эти вот атаки как раз издалека. Все вот это вот, да, за проход вот этот в ногу. Да, это все ложные атаки, конечно же, заслуживают наказания. Но время-то закончилось. И за счетом 2-0 схватку выигрывает Рябов Сергей. Рябов Сергей, Москва, Самбо-70. Коновалов Антон, Владимирская область, город Владимир. Завоевывает серебряную медаль и путевку на чемпионат Европы. Гусаров Андрей, Москва и Арам Григорян. Краснодарский край становится бронзовыми призерами. В Савоке-Сборе до 90 килограмм. На этом первый день чемпионата России. Редактор субтитров А.Семкин